Граждане Республики Беларусь, спецслужбы Российской Федерации готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция «Островец». Наши страны помнят аварию на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Последствия были страшными для жизни и здоровья людей, экологии, экономики во всем регионе. Сегодня Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий. Захватывает электростанции, препятствует работе персонала с целью психологического воздействия, демонстрирует обстрелы и отключение систем безопасности Запорожской АЭС. Руководству Российской Федерации плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы. Террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью – любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной. Кровью и ненавистью разделить наши народы. Но нужна ли российская захватническая война самой Беларуси? Ответ очевиден. Не нужна. Беларусы, ваша безопасность и ваше будущее в ваших руках. Требуйте от вашего руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции Республики Беларусь, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территорией в отношении других государств. Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию Российской Федерации против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше. Отслеживайте все подозрительные действия, появление незнакомых подозрительных людей, транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры. Сообщайте о таких фактах вашим правоохранительным органам, если не видите их реакции, информируйте мировую общественность всеми доступными способами. Украина, несмотря на обстрелы и наступление российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более, мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины. Сегодня очень многое зависит от каждого человека. Надеемся на вашу бдительность, понимание ситуации, принципиальный и сильный ответ на любые провокации. Верим в нашу победу и последующий за ней мир, в котором наши народы снова смогут жить в добрососедских отношениях. Вооруженная сила Украины.